Сегодня мы поговорим с ветераном войны Сынковой Маргаритой Сергеевной. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Так как мы жили в Подмосковье, близко от Москвы, в Павловской Слободе, обстановка какая-то тяжелая, вроде ощущалась, но трудно было определить, как дальше развернутся события. Когда вы узнали о начале войны? В начале войны мы узнали, как говорится, мы находились на улице, нет, мы находились в школе, в школе и вдруг объявили, что началась война. Какова была ваша реакция? Конечно, мы были все в растерянности, расстроены, но трудно было определить, как сложатся дальше все события. Слышали ли вы речь Сталина 3 июля 1941 года или речь Молотова 22 июня 1941 года? Мы слышали речь, по-моему, Молотова. Молотова, то есть 22 июня 1941 года? Да. Ну и какое впечатление они произвели тогда на вас? Все, конечно, были расстроены, как бы вообще потеряли ориентацию. Хорошо. Расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. В действующей армии я не была, так как мне в то время было всего 14,5 лет. У нас я была принята на военную базу 38, центрально окружную артиллерийскую базу номер 38, где мы, как говорится, находились на ремонте фронтовой техники. А чего? Наша база находилась на ремонте фронтовой техники. Входили мы в состав. Наша воинская часть 77-714 находилась в составе действующей армии. Хорошо. А чем конкретно вы там занимались? Я уже сказала, мы находились на ремонте. То есть вы работали за станком или как? Да, я работала за станком. Я работала, как говорится, токарем. И сколько был ваш рабочий день? Наш рабочий день был. 12 часов прийти, как говорится, не считая, что прийти и уйти. У станка мы стояли 12 и более часов. И так же нас направляли, как говорится, на зажигалки гасили. Как говорится, тут все, когда налет был, были очень сильные фашистские налеты самолетов на Москву. И мы нас посылали на крыши, мы там дежурили, зажигалки гасили. Все, в общем, находились, как говорится, все время под пулями. Дело в том, что все время шли очень массированные налеты и бомбежки. Сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Нет. То есть у вас этого не было? Нет, все работали честно, добросовестно, с полной отдачей. Хотя голодные и холодные. Собственно, дети. А что касается штрафников, с ними как? Сталкивались вы с ними? Мы, как говорится, сталкивались, но штрафники, но они как-то более со взрослыми обращались. Ясно. Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Что вы ели, как вы жили? Что вам сказать? Если мы были не военно обязаны, я была по воинному найму в воиновской части, что нам было есть? Есть было нечего. Ели, как говорится, капусту. Что на колхозных полях оставались? Листы капустные, мерзлую картошку. Вот все хлеб давали строго по карточкам и очень небольшом количестве. Ясно. То есть, по большому счету, вы голодали? Конечно. Как вы оцениваете нашу боевую технику? Ну, как я вам сказать могу, как мы оценивали? Нам привозили с фронта разбитое вооружение. Пушки, как говорится, пулеметы и все. Мы детали точили и восстанавливали разбитое военное оборудование. Хорошо. А когда случались всяческие затишья, как вы отдыхали? Ни о каком отдыхе не могло быть и речи. То есть, отдыха было никакого? Никакого, абсолютно. Какое? Мы работали все время сменом. Мы работали две смены, ночную и дневную. Двенадцать и двенадцать. Никаких, как говорится, нам отдыха не было. А была ли любовь на войне? Ну, любовь, может быть, на войне и была. Это точно, что она была. Но у нас в то время было не до любви. Хорошо. И более для взрослого. А мне-то было лет-то. Ну, понятно. 42-й, 45-й, еще три года я-то уходила уже, мне было 18-й. Я так понимаю, ранений у вас не было, да? Ранений нет. А приходилось кому-то оказывать медицинскую помощь? Или... Это да. Очень было много беженцев. Было много раненых. Нам приходилось грузить, там, около военной нашей части, была тут станция, и нам приходилось грузить раненых. Хорошо. А каково было ваше отношение к личности Сталина? К личности Сталина? Мы ему тогда верили, что мы выиграем войну. А что касается веры в Бога, верили ли в Бога? Ну, в Бога, конечно, мы верили, так как нам тогда было... Были мы так все воспитаны. То есть вера в Бога была. Вы верили, что все это когда-нибудь кончится? Обязательно. Расскажите, поскольку вы были прямо под Москвой, как происходило вот наступление, это, по-моему, 42-й год, битва за Москву? Очень серьезная вещь. Дело в том, что у нас бои были на колхозном, как говорится, поле. У нас вместо Рожествено, Дедовск, Дедовск, теперь Истра, вот этот плацдарм, командующие были Белобородов, Рокоссовский эти армии стояли, вот, еще кто у нас, Идоватор там было, Панфилов, там все эти, как говорится, все были стянуты войска сюда, потому что, чтобы оставалось до Москвы всего-навсего 16 километров. Тут были кровопролитные бои. Нас, конечно, туда даже и не подпускали. А что делали вы во время боев за Москву? Вы также продолжали работать? Также продолжали работать. Хорошо. А как часто складывалось тяжелое положение, совсем критическое? Критическое складывалось положение, вот я сейчас не помню когда, но, например, даже у нас от нашей воинской части всего каких-то в 300 метров у нас больница. И туда был брошен, как раз там разведка была, немецкая разведка. Но и тут все отбили войска. Освобождение. Когда вы узнали, что, в общем-то, можно дышать спокойно, что, в общем-то, война закончена, какие были эмоции, чувства? Как чувства были. Но когда объявили, что конец войны, что подписан, как говорится, договор, я в этот момент была дома. Так мы летели в свою воинскую часть, как раз я была не в смене. И мы летели в эту воинскую часть, как говорится, сломя голову. Радость была необыкновенная. Народ весь ликовал в нашем поселке. Вот, то есть это было 9 мая, да? Да, это было 9 мая. А было ли ощущение до этого, что российские войска вытеснили немцев? То есть какие-то были уже предпосылки? Вы ощущали, что война может закончить? А как же мы все следили, что творилось на фронте? Мы обязательно следили. Как же мы знали, что, как, как оттесняют, как что. Хорошо. Имеете ли вы награды? Наград я имею только за... Ну, у меня 5 штук. Сейчас стоит, достану. Нет. Вот, 5 наград. Ну, у меня какие награды? У меня 50 лет служению, как говорится, и 40 или 150. Теперь у меня, подожди, у меня и медаль Жукова, медаль у меня вот эта. Ну, надо смотреть. Он сейчас рядом, прям. Спасибо. Расскажите о своих командировах. Кто из них больше всего вам запомнился и чем? Как говорят, так как я не была в составе, были в составе действующими, но непосредственно мы не находились, как говорится, в окопах. Вот, я сказать, только хочу сказать о своем начальстве. То есть они хорошо к вам относились, поддерживали? Очень поддерживали, так как коллектив был в основном молодых, как говорится, ну, как молодежь одна, молодежь была не моложе 14 лет и выше. Замечательно. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Да. Что для фронтовиков было источником вот этого мужества? Источником мужества защитить Родину. То есть воевали за Родину. Да. Вспомните один из наиболее ярких случаев с вашим участием. Ну, как тебе сказать с моим участием? Я даже не знаю, как тебе высказать-то. Ну, в общем, будем считать, что все участие в войне было яркое. Все, да все мы же там, как это участие, все мы работали, все это, все, что нам приказывали, мы все выполняли. Ну, ладно, хорошо. Тогда так. Какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми и опасными? Это была осень 41-го года. А в чем были вот эти трудности? Были трудности, потому что немец подходил к Москве. Немец подходил к Москве. Что вам еще хотелось бы добавить из того, что вы еще не сказали? Что я хочу? Я даже не знаю, как тебе. Я говорю, надо подготовиться было. Так, хорошо. Ну, подожди, подожди, ну, что бы я ни сказала. Я хочу сказать, что люди были до такой степени настроены, чтобы победить, и не считались ни со здоровьем, ни с голодом, ни с холодом, ни с чем. Хорошо. Тогда такой немножко провокационный вопрос. А что вы думаете о нынешней молодежи? Ну, что вам сказать о нынешней молодежи? Они не видели ни бомб, ни холода, ни голода. Поэтому им нас не понять. Хорошо. Ну, и напоследок, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Я хотела им пожелать, чтобы они ценили родину, ценили, где они живут, и ценили, как говорится, то, что им дает страна. Спасибо вам большое, Маргарита Сергеевна. Еще раз напомню, что сегодня мы общались с ветераном войны Сынковой Маргаритой Сергеевной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова